Добрый день, друзья! И этот вебинар, конечно, я приготовила презентацию, конечно, я приготовила рассказ, но все будет для вас намного полезнее, если вы станете задавать вопросы, любые вопросы, которые приходят в голову. А как вы сделали, а откуда эта картинка, а почему решили именно так? Пишите их сразу в чат, я увижу и сразу на них буду отвечать. Кажется, что так для вас будет вебинар более полезным. А сейчас представлю вам тему и пару слов о том, о чем пойдет сегодня речь. Мы будем говорить про веб-квест. Моя практика показала, что это один из самых-самых часто возникающих вопросов. И не только сам веб-квест, но в основном его разработку. И для того, чтобы сделать такую игру, провести ее, нужно и придумать, и подобрать иллюстрации, сверстать, протестировать, прорекламировать, где-то организовать хранение материалов. Как вы видите, список пунктов уходит далеко за край экрана. Поэтому я расскажу основные моменты, а вы про все остальное задавайте вопросы. Я вполне могу упустить что-то для вас важное и полезное. Итак, как уже упомянули, в январе начнется уже третий раз запустится курс по разработке самых различных квестов. И в первую очередь квестов для образования. И на курсе я обычно рассказываю про четыре основных типа квестов. Да, есть гибриды, но основные это локационный, герметичный, дедуктивный и коммуникативный квест. Из них локационный, герметичный, выглядят привычными и понятными. Про коммуникативный мы тоже довольно быстро разбираемся. А вот дедуктивный квест часто очень тяжело укладывается в голове. И это очень обидно, потому что именно дедуктивный квест я считаю наиболее подходящим для образовательных целей. Довольно часто преподаватели считают, что квест это мероприятие, которое поможет подвести итоги, проверить знания их учеников. Но именно дедуктивный квест отлично вписывается в перевернутый класс. Он очень хорошо подает какие-то новые материалы, заставляет погрузиться в тему, инициирует дискуссии. И поэтому я всегда стараюсь сделать акцент для преподавателей именно на квест дедуктивный. Но вот почему-то с ним сложнее всего. Наверное, потому что не так много хороших примеров перед глазами. И хотя для курса по квестам мы с коллегами разработали несколько сценариев, которые показываем, у нас на каждый тип квеста есть два сценария со всеми материалами. Их можно разобрать по косточкам, их можно провести уже в вашем классе или образовательном учреждении. Но все равно вот с дедуктивными квестами есть какие-то сложности. Вот вы видите на экране определение, и здесь самое главное – это информация, загадка и маршрут прохождения. Вот три основные черты дедуктивного квеста, которые делают его столь хорошим именно в обучении. Во-первых, игроки работают с очень большим объемом информации. Основой для дедуктивного квеста, вот первого моего дедуктивного квеста, стала книжная выставка. Представляете, да, какой объем информации можно найти в книгах. Это могут быть материалы какого-то сайта, это может быть подобранный преподавателем корпус ссылок, статей, материалов в журналах и так далее. То есть для дедуктивного квеста нужно действительно очень и очень много информации. С одной стороны, подготовка сложнее, с другой стороны, вы сразу погружаете ваших учеников в контекст. Вторая черта – это то, что цель видна сразу. Когда есть квест локационный, то есть когда у нас есть путешествие по станциям, маршрут какой-то, игроки, как правило, не знают, куда они в конце концов дойдут. А вот для дедуктивного квеста загадка видна сразу. И учеников мотивировать легче. Они сразу понимают ответы на какой вопрос или решение какой задачи от них ждут. А когда они видят цель, им уже интереснее и понятнее, как именно собрать информацию для выполнения своей задачи. И, наконец, третья характеристика дедуктивного квеста – это то, что в нем нет верного пути решения. Как раз задача автора квеста, разработчика – продумать наиболее типичный вариант решения, но держать в голове, что кто-то может просто догадаться, ткнуть пальцем в небо и сразу назвать верный ответ. Кто-то может прийти на квест, уже обладая этими знаниями, и будет сразу знать правильный вариант. А кто-то будет думать совершенно не шаблонно, не стандартно, и, может быть, неверными рассуждениями придет к верному выводу. И вот это тоже как раз очень хорошо укладывается в концепцию. Кто-то может искать информацию в интернете по вашему уроку, кто-то может честно решать все задачки, кто-то будет подсматривать и подглядывать, что же делают его соученики. Тоже очень хорошо вписывается в рамки класса. И поэтому, когда летом у нас встал разговор о повторном запуске этого курса, мы посовещались с коллегами и решили, что, наверное, нужно разработать еще один квест-иллюстрацию. Только на этот раз, чтобы это был именно веб-квест, обязательно дедуктивный, и показать на практике. То есть не просто сделать какой-то учебный материал, а сделать такой квест, который любой из вас может пройти прямо сейчас и оценить, как именно может выглядеть вот такая вот обучающая игра. Мне будет очень приятно и очень удобно с вами общаться дальше, если вы перейдете по этой ссылке, я сейчас кину, продублирую ее в чат, и параллельно с моим рассказом сможете кликать на какие-то объекты, элементы квеста и рассматривать их. Так вы увидите, конечно, намного больше, чем я смогла поместить на презентацию. Итак, первый этап – это, конечно, идея. Как нам пришла в голову мысль разработать этот квест, как мы выбрали механики и решили их воплощать, и что вообще было выбрано в качестве подготовки. Вот вы видите сейчас первое сообщение в рабочем чате, которое касалось как раз этого самого квеста. Это конец июня, и мы поставили задачу разработать квест к сентябрю. Условно говоря, 4 сентября мы его запускали, то есть у нас в пяти было два месяца. Два месяца на разработку подобного квеста, причем это помимо основной работы, вот в таком свободном порядке, это довольно реальный срок. То есть даже небольшой командой можно сделать качественный и проработанный продукт. Мы выбрали тему по медиаграмотности, вопрос цифровых следов и безопасности в интернете, потому что наша целевая аудитория – это медиапедагоги. И сразу нацеливали на то, что преподаватели будут проводить этот квест класса. У них будут веб-материалы, которые они могут синхронно или асинхронно отдать своим ученикам. В принципе, как вы видите из первого сообщения, уже довольно много информации. То, что мы устно обсуждали, то, что мы обдумывали, мы в чате зафиксировали. У нас сразу был и персонаж главный, и вопросы, и представление о том, какие типы заданий могут быть. Вообще на курсе по квестам у нас есть определенная форма записи. Мы каждый из квестов описываем определенным образом, чтобы точно понимать, о чем идет речь. И если мы возьмем охоту за цифровым следом, такое название получил веб-квест, и распишем его по этим параметрам, то получим вот такую вот карточку квеста. Как вы видите, он дедуктивный, как я и обещала, и сюжетный, а значит, у него есть какая-то разворачивающаяся на глазах участников история. Он виртуальный, никакой оффлайн-деятельности, все полностью проходит в интернете. Цель ответить на три вопроса. Мы решили, что один вопрос – это слишком просто, а нужно сделать немножко посерьезнее, покомплекснее. Команды, вот эта вот запись N по N означает, что любое количество команд с любым количеством игроков. На самом деле, вот по практике, по тем отзывам, что пишут нам преподаватели, такие случаи нередки, когда сначала класс делится на несколько команд, начинает проходить квест, а затем в процессе они обмениваются информацией, объединяют и заканчивают уже единой командой. И я рада, что так и происходит, потому что это, наверное, одна из самых приятных черп дедуктивного квеста – то, что он хорошо объединяет участников. Этап в этом квесте один, а значит, вся информация будет видна сразу, не будет чего-то скрытого, что-то появится в игре через полчаса, через 40 минут. Вся информация и доступ ко всей информации доступен игрокам сразу. Ну и дальше описание и комплектность. Комплектность уже была ясна потом. Сначала мы думали, что у нас будет только игровое поле. По факту немножко обросло, да, добавился сайт, добавилась форма для применятия ответов. Но это уже вопросы юзабилити. То есть, когда мы сделали основное тело квеста, мы начали вокруг него наращивать вот такую вот структуру для того, чтобы и игрокам было удобнее, и нам, организаторам, было удобнее. Но про удобство немного позже. Итак, вот по такой карточке квеста можно примерно понять, что из себя он представляет. Тему вы уже тоже знаете. Это цифровые следы. То есть, та информация, которую мы оставляем о себе в интернете и о том, как много она может рассказать. Нам не хотелось сделать дедуктивный квест квестом детективным, потому что вот эти вот расследования, да, истории – это довольно стандартный прием. А нам как раз хотелось сделать демонстрационный пример, показать немножко нестандартные варианты. Поэтому это не сколько расследования, где есть там виновник, само происшествие, жертва, улики и так далее. Это как раз вот такое вот неделимое на части полотно того, что происходит в сети, откуда можно выхватывать единые фрагменты. Да, или на запись будет, и прямо сейчас идет трансляция ВКонтакте, можно будет посмотреть сразу после окончания вебинара. И сейчас я на экране шаг за шагом покажу, как рождался сюжет этого квеста. Как я уже говорила, и как вы видели на скриншотах, участники игры должны ответить на три вопроса. Вот я их схематически изобразила, да. Мы придумали три вопроса. Дальше на каждый вопрос, а это правило разработки именно дедуктивного квеста. Мы всегда начинаем задом наперед, с финального вопроса. Дальше, соответственно, идет финальный ответ. И дальше уже идет вся разработка. Итак, выбрали три вопроса. Первый вопрос у нас – это название книги. Второй вопрос – это название издательства. И третий вопрос – это какой сюжет лег в основу этой книги. К каждому придумали ответ. Иногда ответы придумать сложнее, чем вопросы. Мы много спорили и о сюжете, и о том, как может называться книга, чтобы это было какое-то яркое, выразительное и выделяющееся среди остальной информации название. Теперь, когда у нас есть три пары вопрос-ответ, мы выбираем еще два ложных ответа. Например, если у вас вопрос, какой любимый цвет главного героя, правильный ответ – зеленый, значит, вам нужно где-то в игре спрятать ложный ответ – синий, ложный ответ – фиолетовый. И так мы делаем по каждому вопросу. Вообще, я хочу сказать, что по сравнению с теми квестами и квест-мероприятиями, которые мы обычно разрабатываем, это довольно простой вариант. Мы специально снижали уровень, не делали многоходовых вот таких вот загадок, не делали какой-то скрытой информации. Здесь все довольно просто и последовательно. Тем не менее, за счет того, что вопроса было три, схема сама получилась довольно объемной. Итак, вопрос-ответ. И к каждому вопросу еще два ложных варианта ответа. Соответственно, как сделать так, чтобы игроки поняли, какой ответ правильный, а какой ответ ложный? Для этого нужно, конечно, сделать подсказки. Когда игроки получают подсказку, они могут вычеркнуть как минимум один из вариантов ответа. Если ложных вариантов было бы больше, то подсказки должны были вычеркивать несколько из них. Поскольку у нас простая схема, один к трем, то и подсказка вычеркивает один из ложных вариантов. Между прочим, могут быть подсказки, которые наоборот указывают на ложный вариант. Это называется Red Heritage, красная селедка, и обозначает какой-то ложный след. Мы несколько таких подсказок тоже сделали, но не увлекались ими. Задача была немножко другой. Но посмотрите на схему. У нас подсказки есть к первому вопросу и ко второму. Почему их нет к вопросу третьему? Потому что если мы будем каждую вот такую вот линию и цепочку выстраивать одинаковым образом, игроки, во-первых, быстро эту механику поймут, а во-вторых, они заскучают, потому что от них будут ожидаться одни и те же рассуждения, одни и те же действия. Поэтому три вопроса, и поэтому к третьему вопросу мы подошли немного по-другому. Мы взяли ответы и ложные ответы, и каждый из них разбили на три части. Насколько вы помните, третий вопрос – это какая история, какой сюжет лег в основу книги. И мы каждый из трех придуманных сюжетов разбили на три части. То есть нужно было найти в квесте три кусочка истории и соединить между собой. Уже немножко другая механика. А дальше точно так же нужно было понять, какая из трех историй верна, а какая нет. И для этого мы использовали уже не просто подсказки, а мы использовали сопоставление даты и места. Таким образом, схема получилась более такой сложной, более разнообразной, и игрокам не приходится вот все это время скучать. Так, друзья, еще раз напоминаю, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задавать сразу. Я их буду видеть и сразу отвечать. Уже вижу, что задают вопрос про сервисы, сайты и распространение. Это я покажу обязательно на следующем этапе. Я понимаю, что вопрос, а на чем вы это сверстали, он очень и очень важен и, наверное, вызывает больше интереса, чем рассуждение геймдизайнеров. Но, поверьте моему опыту, вот эта вот структура очень важна. Я не приступаю к верстке, не приступаю к созданию какого-то конкретного контента, пока у меня перед глазами нет какой-то структуры, потому что иначе легко запутаться, сбиться, где-то не досчитать каких-то элементов. И поэтому всегда вот эта вот структура, всегда то, что можно держать перед глазами. Итак, что у нас получилось? Какие у нас в квесте получились типы заданий? Первый тип заданий – это поиск информации. У нас есть большой массив данных, среди которых какая-то информация важна для расследования, какая-то информация не важна, где-то нужно собирать историю из кусочков, где-то определять подсказки, и все вот этот вот поиск очень хорошо, честно говоря, работает на развитии функциональной грамотности, потому что большое количество информации, большое количество сопоставлений, нелинейные тексты, и здесь, конечно, нужна внимательность. Так, как к игровому полю вернуться к исходному виду поля? Если вы перешли на какое-то дополнительное окно, то в правом верхнем углу есть крестик, на него можно кликнуть. Итак, первый поиск информации. Второй тип задания – это логические задачи. Нужно найти соответствие, то есть из А следует Б, или А относится к Б так же, как Б относится к С. Нужно исключить лишнее по каким-то признакам или восстановить целое. То есть здесь как раз вот это вот умение держать в голове детали картины, понимать, как они между собой соотносятся, и выстраивать логические цепочки. Понятное дело, что это проще всего делать на бумаге, выписывать все какие-то важные подсказки, важные детали, но даже в таком виде вот таких вот кусочков пазла в квесте достаточно много для того, чтобы хорошо развить навык логического мышления. Дальше. Третье – это, собственно, само расследование. Самая сложная часть квеста – это как раз сопоставление по трем признакам – дата, место и действующие лица. Это похоже на вот эти вот логические задачи. Когда в красном доме живет любитель кофе, и у него нет собаки. Ну, немножко попроще, да, не так много параметров, но, тем не менее, нужно сопоставлять и быть внимательным и к именам, и к датам, и к упоминаемым местам. Даже элементарно одного и того же человека в игре можно назвать по-разному. У нас есть, например, корректор, который подписывается как Нина. Но, если мы будем искать дальше информацию, мы увидим, что настоящее имя на Ника, и, соответственно, по полному имени можно добавить еще какую-то информацию к характеристике этого персонажа. То есть вот такое вот сопоставление. Так. Это был первый этап. Вот это вот как раз этап размышления, планирования. Я вам нарисовала все на слайдах. У меня до сих пор есть листочки, где это все так подчеркано, выделено маркером. Основные элементы рождались буквально в тот момент. То есть по факту это два листа бумаги, где вот вся схема набросками изображена, и потом она переносилась уже в верстку. Так. Посматриваю, краем глаза есть ли еще вопросы. Я обязательно включу само поле квеста и покажу. Но сначала, чтобы не отвлекаться на саму игру, все-таки на слайды. Второй этап – это иллюстрации и верстка. То есть когда есть уже идеи, когда есть понятие, что именно показывать, дальше мы переходим к этапу создания. Я выбрала в качестве основного инструмента Geniali. Это один из моих самых любимых сервисов. Они в последнее время довольно много внесли обновлений. Я даже о них не знала, когда приступала к верстке. Но уже в процессе создания квеста увидела, насколько удобны новые инструменты и с радостью ими воспользовалась. По факту, весь квест – это презентация, которая сверстана в Geniali через какие-то отдельные интерактивные элементы. То есть просто действительно несколько слайдов, уложенных друг за другом. Можно сделать подобное и в PowerPoint, но это, конечно, сложнее. И Geniali в этом плане дает возможность онлайн-прохождения. Я думаю, что сервис многим из вас знаком. Мы выбираем шаблон «Презентация», ищем на левой панели раздел с интерактивными элементами и просто перетаскиваем их на само игровое поле. Вот эти вот значки, они сразу настроены как интерактив, у них есть небольшая анимация. Можно менять цвет, можно менять иконку посередине. И сначала я думала, что у меня квест будет побольше, сделала набор из 156 иконок. Потом, когда уже представила себе реальные объемы, уменьшила их до 60. То есть сейчас на игровом поле 60 точек, из которых часть имеет значение для истории, а часть нет. Дальше, когда на поле выстроены вот такие вот интерактивные метки, нужно кликнуть на нее, выбрать второй посередине значок, добавить интерактив, и откроется 7 доступных вариантов. Tooltip – это всплывающая подсказка, то есть наводите мышку, она всплывает. Window – окно по клику, кликнули на точку, появилась информация. Go to page – это переход внутри этой презентации. Link – это переход по внешней ссылке. Дальше, fullscreen – это когда открывается какой-то элемент на полный экран. Например, если вы добавили маленькую иконку видео, то по вот этому интерактиву видео развернется на весь экран. Точно так же аудио. И, наконец, reveal – это как цепочка анимации в PowerPoint. Этот интерактив отвечает за появление новых элементов, которых до этого на слайде не было. Мне понадобился в основном оконный вариант – window, плюс несколько других. Вот мы добавляем интерактивный элемент, выбираем тип интерактива – окно, и у вас поверх слайда появляется вот такое вот окошечко, одно из нескольких вариантов размера, где вы можете отредактировать элементы, удалить то, что там написано, добавить свой текст, добавить свое изображение, и даже можно сделать цепочку интерактива, когда внутри окна будет еще один какой-то интерактивный элемент. Но у нас в квесте этого нет, это было бы лишнее уже усложнение. И сразу вот черный крестик кликнув, по которому можно закрыть окно. Я, кстати, не сразу сообразила, что можно менять размеры окон. По умолчанию вот это вот поле, оно заблокировано. Если кликнуть на белый прямоугольник, вот он виден немножко по краям, то над ним появится замочек. Нажмете на замочек, и вы сможете изменить, сделать это поле больше, меньше, сдвинуть его влево, сдвинуть вправо, то есть действовать так, как нужно. Когда я это поняла, уже верстка стала немножко удобнее. И вот таким образом вы добавляете к каждому элементу на вашем поле какую-то дополнительную информацию. Как видите, все очень просто. Инструмент один, только джениали. Это просто презентация. У меня в презентации даже, по-моему, меньше 10 слайдов, и плюс есть еще один слайд, который хранится отдельно из-за особенностей игры. Джениали, сервис бесплатный. Все, что сделано, все, что показано, разработано вообще без всяческих вложений. Специально выбирали только бесплатные элементы. При этом бесплатная версия джениали позволяет и встроить на сайт, и отправить ссылкой, но скачать вот единственное не разрешает. Хотя мне как раз важнее было встраивание на сайт. Есть некоторые платные функции, например, особенности работы с цветовой палитрой, но для подобного квеста, того, что сервис предлагает бесплатно, более чем достаточно. Так, теперь смотрим на типы заданий. Первое, как я говорила, это поиск информации. Очень много данных, какие-то из них важны, а какие-то нет. Всего в охоте за цифровым следом 60 точек. Ровно 30 из них бесполезны. Другая половина дает какую-то информацию. То есть если у нас вот тема квеста – это цифровые следы, и сюжет квеста связан с изданием книги известного писателя, то что из этого может оказаться полезным, а что может оказаться бесполезным? Скорее всего, форма фанатов писателя будет иметь какое-то значение. Важен ли для истории заказ в интернет-магазине? Какие там данные есть? О список звонков? О файл, который лежит в облаке? Если есть какие-то в игре ссылки, если есть какие-то переходы, они все активны, можно кликать, переходить. То есть если файл в облаке, значит можно кликнуть на ссылку на этот файл и перейти посмотреть, что там лежит. Тоже реализовано просто через слайды презентации. То есть никакое облако не заведено, просто сделан еще один слайд, и там якобы лежит нужный файл. Вот пример. Одно изображение имеет значение для развития истории, одно не имеет. Здесь совершенно несложно догадаться, что мемы, открытки в WhatsApp, просто какие-то картинки, случайные скриншоты вряд ли имеют значение для развития истории. А вот слева ID-атрибут, возможно, это издательский дом, и люди, изображенные на скриншоте, скорее всего, имеют какое-то значение для дальнейшего развития истории. И вот это нужно проанализировать, это нужно понять, нужно найти знакомые имена, нужно найти подходящие данные и все это между собой сопоставить. Дальше. Второй тип. Логические задачи, где нужно найти соответствие, выстроить какую-то логическую цепочку. Вот тоже простой пример из квеста. У нас есть скриншоты из социальной сети, скриншот профиля и скриншот поста с фотографией. Мы можем посмотреть на них внимательно и увидеть одинаковые имена. Оля Светлова и Ник Бородин. И здесь, и здесь они перечислены. У них какие-то романтические отношения. Мы видим фотографию, какая-то из этих девушек, скорее всего, Оля, молодой человек, скорее всего, Ник. И мы видим информацию про год и место, где был сделан этот снимок. Таврида 2023. Мы можем посмотреть остальные точки и поискать соответствие. Например, в эту цепочку явно встает вот этот вот скриншот с экрана телефона. Вот то же самое имя, Оля Светлова, и идет какая-то информация, в том числе и аудиофайлы. Вот так выстраиваются логические цепочки. Дальше третий тип задания – это расследование. Там, где нам нужно уже сопоставить информацию. И я покажу сейчас три скриншота, а вы попробуйте определить, в чем здесь загадка, о чем идет речь, почему эти три скриншота выстроены рядом. Вот первый скриншот. Максимально, вообще старались максимально задания приблизить к тому, что может встретиться в реальной жизни. То есть вот скриншоты, скрины переписки, голосовые сообщения, кружочки в Телеграме, календари, афиши в интернете. Мы смотрели вокруг себя и собирали те примеры, которые мы ежедневно видим в реальной жизни. Это важно именно для образовательного квеста, для того, чтобы он был не просто, какой-то оторванной игрой, а был понятен вашим ученикам, вашим игрокам, для чего это не проходит, как они могут эти знания применить. Так, посмотрели. Дальше. Следующий. Какие здесь общие элементы? О чем говорят вот эти вот два скрина вместе? Какую информацию отсюда можно извлечь и о чем она будет говорить? Это, конечно, довольно абстрактно, когда вы не проходите квесты, не знаете имен главных лиц. Несколько сложнее сопоставить. Ну, вот здесь, например, человек, который погружается в историю, он может легко увидеть, что в числе жюри будет назван один из главных героев истории. Тем не менее, какие-то элементы можно заметить и без этого. 25 октября 2023 года будет проходить открытый микрофон, громкие слова. Вот он отмечен на календаре. Октябрь, 25 число, и вот внизу стоит открытый микрофон. Помимо этого, из этого скриншота мы можем получить какую информацию? Имя владельца календаря. Потому что, когда мы создаем какое-то событие в календаре, оно привязано к нашей электронной почте. И вот здесь, на открытой карточке события написано «электронная почта на mail.ru». Таким образом, мы знаем дату, мы знаем время, мы знаем имя, ну или, по крайней мере, электронную почту. Электронная почта часто создается по именам. И вот третий скриншот. Мы видим направление на госпитализацию, да, и можем сопоставить адрес электронной почты и фамилию, имя, отчество человека, упомянутого в этой справке. А если посмотрим дальше, обратим внимание на то, какая стоит дата, то поймем, что на открытый микрофон этот человек явно не попал. И таким образом мы можем построить вот эту вот логическую цепочку, сопоставить информацию и сделать какой-то вывод, который важен для ответа на один из итоговых вопросов квеста. Так, как это все делалось? То есть, как я сказала, инструмент был один. Это был сервис Geniali, но, как вы видите, очень большое количество картинок, да, каких-то медиафайлов было задействовано. Я посчитала, вот не так давно пересчитывала данные сервиса, оказалось, что было сгенерировано больше 600 картинок для того, чтобы этот квест напомнить. И, конечно, не обошлось без нейросетей, а именно только нейросетями в этом случае мы и вышли из положения, потому что отрисовать такое большое количество картинок самим это очень долго, заказывать кому-то это достаточно дорого, и нейросети в этом плане становятся большими помощниками. Все то, что здесь перечислено, это так или иначе связано с нейросетями, и все это было использовано бесплатно. Leonardo AI работает на Stable Diffusion. Каждый день они дают 150 токенов, которых хватает примерно на 40 генераций с довольно тонкими настройками. Звукограмм при регистрации дает тоже некоторое количество бесплатных токенов, которые позволяют озвучить текст разными голосами. Art Studio у Samsung это мобильное приложение, которое на их телефонах стоит для владельцев, соответственно, тоже бесплатно, и оно как раз позволяет снимать видео с 3D-модельками. Так, на какой возраст был рассчитан этот квест? Это ученики медиа-классов, как правило, это 10-й, 11-й класс. Мы пробовали и на аудитории постарше, пробовали на аудитории помладше, то есть, начиная с 5-го класса ученики справляются с этими заданиями, хотя мы, конечно, рассчитывали на 9-й, 10-й и 11-й. Так, почему же он не попал на открытый микрофон? Время приема у врача не указано, да, но это не время приема у врача, это направление на госпитализацию с приступом острого аппендицита. Я думаю, что в этом случае мало было вероятности, что он попадет на открытый микрофон, который заканчивается в 8 вечера, скорее всего, в этот день ему не удалось побывать. Так, какие нейросистические порекомендуете все, с которыми вы справитесь, с которыми вы научитесь пользоваться и которые будут решать ваши задачи. Нейросети — это только инструмент. Вы идете буквально от своих задач. Звукограмм мне, в принципе, для работы и для жизни не нужен. Я брала его конкретно среди сервисов. Мне нужно быстро озвучить несколько текстов. Леонардо AI я долгое время пользовалась. До этого они постоянно развиваются, обновляются. Я буду им пользоваться, если мне потребуется вот такая же пакетная генерация, хотя в обычной жизни я больше пользуюсь Дали от OpenAI. И, соответственно, любые сервисы, которыми вы пользуетесь, это ваше удобство, ваша привычка и непосредственно ваши задачи. Так, например, для цели преподавателей мне больше кажется подходящим из нейросетей рекрафт, который позволяет делать слои с картинками, а затем собирать их в изображение. То есть вы можете сгенерировать персонажа, сгенерировать несколько фонов и получить набор картинок с одним и тем же персонажем в разных ситуациях. Почему бы и нет? Но у меня были задачи совершенно другие. Мне нужны были вот эти мультяшные картинки, с одинаковыми персонажами. Самое сложное было, конечно, добиться того, чтобы персонажи оставались одними и теми же. Ну и, как вы видите, еще дополнительные программы понадобились для обработки изображений, для обработки звука, для создания мокапов с мобильными телефонами и так далее. Я не очень умелый дизайнер, мне не очень хорошо с иллюстрациями, поэтому вот такое большое количество приложений нужно было... В каждом из них мне было проще сделать какую-то одну функцию. И вот пример как раз с персонажами. То есть стиль я выбрала сразу. Это просто один из готовых шаблонов Леонардо AI. Вот такие вот 3D-мультяжные изображения. И без всяких дополнительных лишних настроек я просто генерировала картинки. Задача была сделать персонажей узнаваемый, то есть человек слева — это главный герой квеста, и он должен был на всех изображениях выглядеть максимально похожим на себя. И вот то, что вы видите, картинка — это уже готовый результат, вставленный в квест. Он тут немножко дофотошопленный. И это, наверное, была одна из самых сложных генераций, потому что мы прошли от попыток изобразить человека с нестандартной прической, к поискам композиции, как вот именно должны смотреться два персонажа, которые встретились в кафе. И даже вот с такими вариантами, когда пытались разобраться с Леонардой AI, что персонажей должно быть два, а не один двухголовый главный герой. В принципе, это заняло, пожалуй, больше всего времени. Опять же, я посчитала, вот по затраченному времени на генерацию всех изображений ушло четыре полных рабочих дня. То есть если мы будем считать по восемь часов, то 32 часа постоянной генерации картинок. Так что тут был объем работы довольно серьезный. Так, что ж, дальше третий этап – это тестирование и запуск. То есть вот мы придумали задачки, вот мы сверстали их в Geniali, настроили все интерактивчики, добавили везде, где нужно, картинки, тексты, аудио, какие должны включаться, что нужно сделать перед тем, как это все запускать и показывать людям. Вообще, обязательный этап любых квестов – это тестирование. Пока вы их делаете, пока вы их придумываете, вам кажется, что все хорошо, гладко, понятно. Достаточно сложно или достаточно легко, или достаточно интересно. Как только дело доходит до тестирования, сразу появляется миллион правок. То есть я честно скажу, что после этапа тестирования сам сюжет остался такой же, но из 30 точек флуда, бессмысленных точек, наверное, треть пришлось переделывать, потому что они вызвали затруднения у тестировщиков. И подтянуть кое-какую информацию тоже, конечно, пришлось. Мы делали тестирование в два этапа. Это было внешнее, когда мы просили разных людей с разным бэкграундом, с разным опытом квеста, разного возраста и разной профессии пройти вот этот квест и дать свои рекомендации. Второй этап теста – это уже было внутреннее тестирование, когда мы с коллегами кликали просто по очереди на каждую точку и записывали, какой результат она выдает. Таким образом, мы проинвентаризировали всю информацию, убедились, что ничего не упустили, что все находится на своих местах. То есть вот скриншот того, как проходило тестирование внешне. Вот мне писали в чат свои отзывы благодаря вот одному из наших игроков появились номера на точках. И вот это вот так выглядит тестирование внутреннее. Оно заняло в совокупности полтора часа непрерывной работы, то есть чтобы кликнуть на каждую точку и описать, выписать все встречающиеся имена, даты, места, дополнительную информацию, ну и, конечно, найденные в процессе ошибки. А затем просто вот по всем точкам мы сверяли информацию и убеждались, что перекрестных данных достаточно для того, чтобы найти варианты, правильные варианты ответа. Да, спасибо большое. Это действительно была объемная работа. Я не скажу, что это было сложно. Я не скажу, что это было долго. Это просто получилось действительно концентрат нашего опыта и концентрат нашего умения создавать квесты. Дальше второй этап – это верстка. То есть мало того, что сделаете вы просто веб-квест. Его нужно где-то разместить, потому что если вы просто сделаете на Geniali и кинете ссылку на Geniali, что у вас там люди будут проходить, какие у них будут возникать затруднения, вы никогда не узнаете, если, конечно, не купите платный аккаунт со статистикой. Поэтому мы посадили как раз на страницу в тильде. Мы посадили на корпоративный сайт, у нас там платный аккаунт, соответственно, embed-коды мы могли вставлять. Если бы не было тильды, мы бы посадили на страницу Миро, которая поддерживает даже в бесплатной версии вставку вот таких вот интерактивов. Соответственно, посадили код для игрового поля, добавили форму для сбора ответа и показали правильные варианты. То есть вот так это выглядит уже внутри тильды. Тут было несколько итераций сначала. А давайте сделаем заголовок и игровое поле. Сделали, показываем. У нас группа тестировщиков смотрит, ничего не понятно. Хорошо, давай добавим в начале вот правила игры. Давайте добавим в начале описание сюжета. И вот так вот шаг за шагом, по-моему, наша работа закончилась на обведенных кружочках. Это методические рекомендации для преподавателя. То есть здесь есть рекомендации и потом, как проводить игру. Мы посчитали, что до часа времени она занимает, как делить на команды. Здесь есть текст, каким можно объяснить игрокам, что такое цифровые следы. И вот, в принципе, очень много для преподавателя, что поможет ему правильно организовать проведение. Ну и, конечно, указать в своих отчетах о том, какое мероприятие он провел. Дальше, в самом низу, форма для проверки ответов. У нас была задача сделать полностью автономным. Изначально я предполагала, что нам будут присылать варианты ответа, например, через те же Google-формы. И когда будут присылаться варианты ответа, либо мы обратно отправляем письмо с правильными вариантами, либо, может быть, там в конце Google-форм появляется какой-то текст, и мы туда впишем правильные варианты ответа. Опять же, да, группа тестировщиков, что нет, нужно делать все в одном сервисе, чтобы было максимально вот простое с точки зрения адаптации под мобильные телефоны, чтобы не потерялись никакие данные. И мы сделали вот такую вот формулу внутри самой тильды. Здесь три поля, e-mail это обязательный, и три поля по три ответа на вопросы. А когда поля заполнены, и игроки нажимают на кнопку «Проверить», то они переходят сразу на страницу, где все ответы указаны. То есть все, получается, автоматически идет самопроверка, они могут прочитать. Здесь не просто вариант ответа, но еще и описано, как можно было к нему прийти, какими разными вариантами. И таким образом завершение квеста, как я всегда люблю говорить, выход из игры тоже очень и очень важен. В завершении квеста как раз команды или отдельные игроки могут обсудить. А мы рассуждали не так, а мы не нашли вот эти вот данные. И в этот момент преподаватель, конечно, может инициировать дискуссию о цифровых следах. Оставляете ли вы такую информацию о себе? Что могут сделать злоумышленники, если они получат доступ к вашим данным? Здесь есть действительно пространство для вот такого вот разговора. Ну и, наконец, третий этап – это запуск. Мы специально делали к сентябрю, чтобы с началом учебного года можно было показать и рассказать о квесте. Каналов у нас было два. Это была рассылка для педагогов и анонсы в социальных сетях. Поскольку квест в первую очередь был нацелен на медиапедагогов и медиаклассы, рассылка шла как раз через наших партнеров. Мы писали для них тексты, собирали все ссылки, то есть немножко больше, чем обычный текст. У каждого есть своя манера, но факты проще взять из чужого анонса. Поэтому мы писали примерный текст, складывали папочку картинки, причем для разных наших партнеров немножко отличался текст, немножко отличался набор изображений. Просто скидывали и просили по возможности разместить. Это и на e-mail рассылку, и на социальные сети. В принципе, сразу пошли первые переходы, сразу пошли первые какие-то попытки пройти. И вот вы видите, что у нас рекламная кампания началась с 11 сентября, и вот до сегодняшнего дня идет. Вот две волны рассылки. Первая рассылка по e-mail, вторая рассылка пошла по социальным сетям. Это одни и те же адреса, только с протоколами разными, введенные. И несколько более высоких пиков – это повторение рекламы. Через некоторое время мы напомнили о себе, через некоторое время мы опубликовали отзывы тех, кто уже прошел. И таким образом интерес поддерживается. Это не уникальные посетители. По уникальным посетителям будет чуть больше 300, чуть больше 200, соответственно. То есть больше 500 человек. Переходов более 900 и на настоящий момент более 30 классов прошли этот квест. Где-то классы проходили как одна команда, где-то классы проходили как несколько команд. Это все видно по форме сбора ответов. То есть там можно информацию проанализировать. Но пока еще рано. Я думаю, что мы сделаем это к концу учебного года. А в течение года будем периодически вот так вот напоминать о существующей игре. И вот таким вот образом мы отслеживаем результаты. Нужно честно признаться, что дело не только в самом квесте, но мы запустили как раз к сентябрю новый сайт. И вот эта вот игра, она стала для нас способом собрать первый трафик на сайт, сделать его популярным в поисковой выдаче. И квест в этом плане свою задачу более чем решил. И вот примеры ответов, которые приходят. Кто-то вводит реальные e-mail, кто-то вводит e-mail ненастоящие. Я считаю, что и тот, и тот вариант имеет право на существование. Если мы говорим про цифровой след, то и хорошо, что кто-то не оставляет свои настоящие данные, не следит в интернете. И вот варианты ответа. Есть абсолютно правильные, есть где-то, где часть угадана правильно, есть, конечно, просто спам-ответы, но они составляют очень небольшую часть от тех форм, которые заполняют пользователи. Так, вот, в принципе, показала и рассказала. Пишите ваши вопросы, если я до чего-то еще не дошла. Я сейчас для тех, у кого не было возможности перейти по ссылке, открою сам сайт, чтобы можно было пробежаться по квесту. Так. Надо вспомнить, где эта кнопка. Вот здесь. Вот так выглядит страничка с информацией. Три основных вопроса, на которые нужно ответить. И вот так вот выглядит игровое поле. Вот чем мне нравится Genial, тем, что оно сочетается бесшовно. Вот есть какие-то элементы управляющие, но, в принципе, очень органично встраивается в страничку. На мобильном телефоне, конечно, проходить квест неудобно. При наведении мышки увеличиваются точки. Это не нужно настраивать, это сразу в Genial встроено, вот в эти интерактивные метки. А дальше вы кликаете и смотрите на то, какая информация есть. Мне пришлось спросить коллег собрать хорошие новости, для того, чтобы заполнить вот это вот 30 точек флуда. Здесь есть просто картинки, какие-то значимые скриншоты, а есть просто новости из интернета. И иногда довольно сложно отличить, является ли информация важной, либо является она флудом. Где-то это проще, где-то это сложнее. Вот так выглядит переход по ссылке. То есть тогда, когда информации слишком много, для нее делался отдельный слайд, например, для форумов фанатов писателя. И вот здесь идет определенная информация. Можно кликнуть вот здесь на крестик и перейти дальше. Итак, пройти по точкам. 39 точка, например, если включить, там будет аудио, то есть ничего не откроется, просто пойдет звук, будет какое-то голосовое сообщение. Где-то будут вот такие вот переходы. Тут, например, видео. Это записано через приложение Samsung. Мы просили человека позвонить через Zoom и вот так камерой телефона снимали его, просто сразу превращая в мультяшного персонажа. Одна из точек – это почта писателя. Вот есть Gmail, есть логин. И нужно ввести сюда пароль. Это тоже стандартная функция Geniali, когда страницу можно запаролить. Пароль можно сообразить, найти из еще одной интерактивной точки, ввести сюда данные и откроется переписка писателя со своим издательством. Вот, в принципе, так это выглядит. Так, возможно ли использовать сервис Geniali для создания каких-либо других образовательных ресурсов? Конечно, никто не запрещает. У него прекрасные возможности и анимационные вставки, инфографику анимационную на сайт через него делали, и какие-то интерактивы попробовать сделать, образовательные с появлением информации, и квизы, викторины, и более простые варианты квестов. Посмотрите их шаблоны. У них действительно очень и очень нехорошие возможности. Я горячо люблю этот сервис. Мне он нравится. Так. И раз мы заговорили про Geniali, сразу покажу. Вот так выглядит сам квест изнутри, да, в самом сервисе. Сейчас минутку он загрузится. Вот идет основная страничка с информацией, и вот идут отдельные слайдики. Как видите, один из них запаролин был значок ключа. И вот на любой из них можно кликнуть. Здесь показано интерактив, Windows, можно кликнуть, перейти и отредактировать. Вот здесь вот написать текст, оставить что-то нужное. И вот так вот по каждой точке. Наверное, вот это вот, это часть, которая потребовала больше всего внимания и терпения, чтобы на каждую точку была какая-то своя информация. Вот это вот, например, вариант с аудио. Видите, загружен аудиофайл. И поскольку бесплатная версия Geniali не позволяет загружать свое аудио, но разрешает аудиофайлы записывать. Так. Вот аудио. Загрузить нельзя, это премиум-версия, но он разрешает записать. Я готовила аудиофайлы, включала здесь функцию записи и просто с колонок в динамик ноутбука просто на просто те же самые файлы перезаписывала. И они вот стоят на нескольких точках. То есть, да, есть некоторые ограничения, но с ними легко справиться. Друзья, задавайте еще вопросы. Готова рассказать и показать все, что нужно. Этот квест станет частью курса по разработке игровых и обучающих квестов. Один из таких показательных примеров. Мы тщательно сохраняли максимум информации о разработке, чтобы можно было посмотреть, взглянуть под капот и увидеть, как это все было создано. Но он далеко не единственный. Помимо него есть еще восемь примеров и еще один мы готовим. Это будет на День Победы еще один. Разработанный немножко не шаблонный квест. И все эти материалы доступны участникам курса. Мы стараемся выдать как можно больше информации. Я знаю, что участники прошлых потоков разрабатывали и проводили те квесты, которые сделали во время обучения. И я хочу, чтобы вот таких вот людей и таких игровых продуктов было больше. Они действительно очень хорошо позволяют погружаться. Они очень хорошо строят связь между реальным миром и учебной информацией. показывают, что знания, которые ученик получает, они не абстрактны. Им есть конкретное и понятное применение. И они очень хорошо закрывают нишу с перевернутым классом. Да, мы привыкли думать о перевернутом классе часто как о базе видео урока, с которыми ученик работает асинхронно. Но никто не мешает сделать вот такой вот набор информации, набор данных с игровой оболочкой, которая тоже мотивирует игрока асинхронно разбираться в информации, читать главы учебника, разгадывать репус, составленный из РНК и ДНК клеток, для того, чтобы получить пароль к какой-то очередной страничке. Я сама очень много квестов прохожу. Я слежу за настольными квестами. Я стараюсь быть в курсе каких-то новинок. И считаю, что квесты должны прочно обосноваться у нас в арсенале преподавателей. Так, ну что ж, раз других вопросов нет, а я рассказала и показала все, что хотела, и все, что могла показать и рассказать. Но если мысли придут в голову потом, вы видите адрес моей электронной почты или можете найти меня в социальных сетях, напишите, посоветуйтесь. И уж тем более, если вы решите разработать подобный квест, обязательно приходите, я буду рада поделиться своими знаниями и материалами. Давайте увеличим количество доступных квестов, количество тем в нашем игровом сообществе. И еще раз приглашаю на курс, буду рада вас видеть. Хорошего вам дня. Спасибо за участие в вебинаре. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!